Здравствуйте, мои дорогие подписчики и случайные гости, которые, я надеюсь, тоже станут моими подписчиками. Вы на моем канале, субъективно о Турции, и я Наталья. Сегодня речь пойдет о проверках, об этих жутких проверках, которые устраивают нам полицейские с миграционного отдела, перед тем, как позовут нас на последний этап, так называемую комиссию, или, как называют ее еще наши соотечественники, экзамен для получения гражданства. Я бы все-таки назвала это собеседованием, потому что с вами там будут беседовать. Я расскажу, как это было у меня, я расскажу, на что нужно обратить внимание, и как подготовиться к этим ответственным мероприятиям. Не так страшен, как его молюют. Эта русская пословица означает указание на преувеличение чего-либо отрицательного, а именно это происходит на просторах интернета или в личных беседах. Почему те, которые прошли этот экзамен, нагоняют страх на тех, которым еще предстоит его пройти? Я не знаю. Может быть, это делается ненамеренно, может быть, в отместку тем, которые в свое время пугали их, а может быть, для того, чтобы мы просто не расслаблялись. То есть, ну, не важно, важно, что ничего страшного в этом собеседовании нет. Меня в свое время тоже пугали, я готовилась к нему, как к госэкзамену, и когда я заходила в зал к заседающим, я была на грани обморока, поэтому считаю своим долгом развенчать этот миф. Итак, обо всем по порядку. Перед тем, как вас позовут на это долгожданное собеседование, и как бы мы его все не боялись, мы все его ждем с нетерпением, чтобы это все уже, наконец, закончилось. Так вот, перед тем, как вас туда позовут, вам нужно будет пройти этап проверок. На самом деле это и есть самый сложный этап. Помните, что именно от положительного отзыва этого проверяющего зависит, насколько быстро будет продвигаться ваше дело и его конечный результат. В чем сложность? А сложность заключается в том, что порой от одного слова соседа зависит этот самый положительный отзыв. Поэтому, даже если ваши соседи редиски, поддерживайте с ними очень и очень хорошие, теплые, дружеские отношения, хотя бы до того момента, пока вы не станете гражданином. Ну и зачем я это все вам говорю и сама в это верю? Даже хорошее отношение с этими редисками не гарантия того, что в самый нужный момент они вас вспомнят. И на вопрос проверяющего, проживает ли здесь такая-то гражданка, они ответят, а мы такую не знаем. Или еще хуже, они как-то нехорошо вас характеризуют. Ничего сложного в сборе документов нет. Многие девочки откладывают подачу на гражданство только из-за мороки вот этих вот документов. Я этого не понимаю. Чем быстрее вы подадите, тем быстрее вы станете гражданином. И забудете это все как страшный сон. Не сидите на форумах, не сидите в группах и не задавайте одни и те же вопросы. Ну почему каждый должен отписываться о своем списке документов? Тем более, что этот список документов постоянно меняется. В Турции очень часто меняются законы. И списки тоже меняются. Поэтому идите, берите этот список, максимум из 10 пунктов, и подайте уже вы на это гражданство. На что хочу обратить ваше особое внимание. Все переводы делайте на территории Турции у присяжного переводчика. Некоторые переводят у себя на родине, так как перевод на родину намного дешевле, чем в Турции, особенно в Стамбуле. Приезжают сюда и каким-то образом умудряются заверить это у турецкого нотариуса. Скажу сразу, такой вариант не проходит, потому что принимающий внимательно следит, чтобы печать переводчика и печать нотариуса совпадали. И это были именно турецкий переводчик и нотариус. Поэтому тот вариант с переводом на родине выкиньте из головы и помните, что все переводы документов вам нужно будет делать именно на турецкой стороне. И еще на что нужно обратить внимание. Переводы всех имен и фамилий ваших, ваших детей, ваших родителей должны везде совпадать. Буква в букву, точка в точку. Все абсолютно должно быть идентично. Если ваши имена и фамилии очень сложные в транскрипции, не стесняйтесь, просите у переводчика переводить именно так, как вам нужно. Если в документах есть различия, буквально в одной букве, в одной точке документы возвращают, и вы теряете время. А порой, чтобы исправить вот эту одну единственную буковку, приходится подавать в суд, а суды длятся годами. Поэтому с самого начала нахождения вашего в Турецкой Республике или в какой-либо другой стране обязательно и обязательно следите за тем, чтобы все ваши документы были одинаково переведены. Транскрипция – это одна большая головная боль всех иностранцев. Вы думаете, что транскрипция – это единственная головная боль? Еще большая головная боль – это свидетельство о рождении. Когда вы знаете, что приближается срок подачи на гражданство, возьмите у себя на родине дубликат своего свидетельства о рождении и апостилуйте его. Не думайте, что вы сможете поставить апостиль на территории Турции. Консульство, посольство этим не занимается. Поэтому обязательно и обязательно поставьте апостиль в стране, которая выдает свидетельство о рождении. Это очень важно. Почему я говорю, что вы взяли дубликат? Потому что если вы поставите апостиль на оригинал, то этот оригинал вместе с этим апостилем у вас отберут. И вы думаете, что вы сможете его получить обратно? У меня не получилось. У многих тоже. Некоторые девочки вступают с ними в неравную схватку, в неравный бой. Они находят директоров, потом директоров, директоров. Они тычут им сводом законов. И в конце концов, некоторым удается отстоять свой оригинальный документ. Но не у многих. Обязательно ставьте апостиль у себя на родине на дубликат вашего свидетельства о рождении. Еще один вопрос, который очень многих волнует. Надо ли переводить все документы на фамилию мужа или можно подать на своей, на девичьей? Скажу сразу, в последнее время с этим не так строго. Очень многие девочки наши подают на гражданство на своей, на девичьей фамилии и получают. Но есть одно небольшое но. Я как-то пообщалась с одним из служащих, который непосредственно принимает документы, и он мне поверил в такую историю. Если в вашем досье есть какой-то негативный отзыв, то то, что вы не перешли на фамилию мужа, у анкоры может усилить подозрение в подлинности вашего брака. Тем более, если у вас нет детей и если у вас большая разница в возрасте, они в конце концов могут дать отказ. Чтобы у них не осталось и тени сомнений в подлинности вашего брака, вам, я думаю, лучше всего перейти на фамилию мужа. Отказывают вообще без объяснения причин. У вас на руках окажется бумажка, где написано «облик не соответствует моральному облику общества». Или еще хуже, они могут написать «создает угрозу для общества». Прости, Господи. Поэтому, чтобы не было у них никаких подозрений в голове, лучше, я думаю, мое мнение, перейти на фамилию мужа. Ну и теперь давайте поговорим о самих проверках. Первое, что вам предстоит сделать, это сдать отпечатки пальцев. У меня снимали отпечатки пальцев ровно через месяц. Скажу сразу, что последовательность всего этого процесса отвечается в зависимости от города. Но принцип везде один и тот же. Будьте готовы, что вам могут устроить небольшой допрос, небольшой, так сказать, тест на знание супругов друг друга. Поэтому первое, что вы должны сделать, прихватить с собой на отпечатки пальцев обязательно супруга. Второе, подготовиться самой, выучить все имена его родственников. И подготовить мужа, чтобы он вспомнил все значимые даты. Иногда они забывают. Придите на отпечатки пальцев подготовленными. Ну и после отпечатка пальцев мы ждем. Ждем гостей. Прийти должны абсолютно ко всем. Поэтому, если вы видите, что в течение двух месяцев к вам никто не заявился, обязательно бегите к ним. У них такое бывает. Папку могут потерять. Папку могут куда-то не туда поставить. И про вас забудут. Иногда бывает такое, что проверку устраивают по телефону. Но это очень редко. В основном приходят на дом. В основном хотят пообщаться именно лично с вами у вас в доме. Если вас позовут на вот такой вот допрос, вопросы достаточно простые. Что ели вчера? Где были в последний раз? Где отдыхаете? Что любит супруг? Что любите вы? Какие фильмы смотрите? Какие книги читаете? Абсолютно бытовые, простые вопросы, на которые ответить очень и очень легко. Но если вдруг ваши вопросы по каким-то причинам не совпадают, тогда они требуют явиться на допрос родственникам, родителям, соседям. И о горе вам, если вы не дружите с ними. Я всегда говорю, девочки, какой бы у вас ни был характер, пока вы не стали гражданином Турции, любите всех его родных, любите его родителей, дружите с соседями, дружите с продавцом в соседней лавке. Вы должны со всеми поддерживать хорошие отношения. Потому что от них зависит положительное решение о присвоении вам гражданства. И, конечно, исход вашего дела зависит от вашего проверяющего. Создайте, обязательно создайте благоприятное впечатление о себе. Настройте его на такую эмоциональную волну, чтобы он хотел вам помочь. Просите его о помощи. Турки любят помогать, поэтому не стесняйтесь. Говорите, как вам важно получить это турецкое гражданство. И он вам обязательно поможет. Сломайте его, сломайте его психологически. Заставьте его на подсознательном уровне делать так, как нужно вам. Полностью ломай. Ломай меня полностью. Зачем? Я хочу, чтобы ты ломал меня. И когда желание, чтобы это все наконец закончилось, доходит до своего апогея, вы получаете смс для взятия даты на комиссию. Вы радуетесь и одновременно подступает страх. Но я в самом начале вам сказала, комиссия – это абсолютно безобидное собрание. Если в вашем досье о вас только положительные отзывы, то ваша комиссия продлится ровно 2-3 минуты. Оденьтесь на комиссию очень скромно и подобающе. Никаких вульгарных вещей, никакого красного лака, никакого яркого макияжа, аккуратно зачесанные волосы. Если вы не совсем хорошо владеете турецким языком, не стесняйтесь, попросите повторить вопрос. Комиссия настроена дружелюбно, все остальное в ваших руках. Если вдруг комиссия решила протестировать вас, не переживайте, все те же обычные бытовые вопросы. Где были вчера с мужем, что ели, где отдыхаете, что любит муж, какие цвета предпочитает, на какой машине ездит. Все-все. Самое простое и самое банальное – даты, имена родственников, вы все это знаете. Поэтому не надо переживать, не надо нервничать. Контролируйте весь процесс всегда. Подготовьте и мужа к этой комиссии. Проштудируйте его по всем вашим значимым датам. Мужчины, они все путаются в датах. Почитайте истории Турции. Почитайте, когда была образована Турецкая республика, кем она была образована. Вы понимаете, Турецкой комиссии нужно дать понять, что вы не просто хотите стать турецким гражданином, а то, что вы будете с гордостью носить это звание гражданина Турции. Они все патриоты, и они это оценят. Не стесняйтесь. Раньше у всех спрашивали пару куплетов турецкого гимна. И все девочки плакали. Ой, его невозможно выучить, его невозможно запомнить. Но я думаю, что два куплета гимна можно запомнить всем. Тем более, если вы хотите стать гражданами этой страны. В последнее время гимн не спрашивают. Но если вам не трудно, выучите его. Встаньте и скажите, я могу спеть турецкий гимн. Поверьте, комиссия улыбнется, но она это оценит. Во что бы то ни стало, произведите хорошее впечатление о себе у заседателей комиссии. Они обычно всегда настроены дружелюбно. У них не стоит задача докопаться до чего-то там и в любом случае вам отказать. Они в вас видят потенциального гражданина. Не думайте, что ваш муж будет помогать вам контролировать как-то этот процесс. Понимаете, они не иностранцы в этой стране, и они не понимают, насколько это для нас важно. Поэтому все берите в свои руки, постоянно названивайте в Анкару, постоянно спрашивайте, на каком этапе мое дело. Постоянно проверяйте статус в интернете. Помните, что если через 8 месяцев после последней комиссии у вас статус не меняется в интернете, то что-то пошло не так. Но не будем о плохом. Я желаю всем дождаться турецкого гражданства. Подписывайтесь на мой канал, он совсем еще младенец, ему всего пару недель. Но я знаю, пройдет совсем немало времени, немного, фу, блин. Ну вот и все. Спасибо. Подписывайтесь на мой канал, он совсем еще крошечный, он совсем еще младенец, ему всего пару недель. Но я знаю, совсем немного времени пройдет, и нас здесь будет тысячи. Тысячи, надеюсь. В следующем своем видео я покажу вам свой дом и поговорим о том, дорого ли жить в Стамбуле. Всем пока!